И всем привет, ребят, с Мастер Байк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно тем самым обзором режимов. И как я и знал, что это все-таки была первоапрельская шутка, сегодняшний режимчик уже появляется новый. Вчера у нас был режим 35 на 35 в рамках одного лежня, ничего себе, он вообще вылетает. Ну и сегодня у нас уже появился вдруг внезапно новый режимчик, который мы сегодня вместе с вами скатаем, посмотрим. Я так понимаю, что это такой же самый режим, который был у нас с супер голдами, но в этом режиме уже супер голдов у нас нет. Да, то есть все-таки это была первоапрельская шутка и Орех так немножечко патрулил игроков на один день в рамках одного спецрежимчика. Если вы ждали этот видеоролик, если вы знали, что это разводочка, то обязательно поддержите данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоина. Для этого у нас руководил аккаунт, кстати, мы лично так, так, темпе. Дальше оформлять покупку в магазине, ну и заплатить форму, которая есть в описании. Ну а мы вместе с вами пикаем специальный режимчик. Да, только вот я не могу понять, почему у меня его не пикает. Что-то у меня тут сегодня лагает, багает, что-то. Как будто додосик какой-то пришел в нашу замечательную игру или что. Но не понял я прикола. Но почему-то у меня сначала вообще вылетело полностью. А теперь почему-то не пикает в этот спецрежим. Так, вроде сейчас все нормально. Поэтому пикаем, ну и смотрим. Да, вчерашние 35 на 35, конечно, поразили многих. Ну и меня в том числе. Да, так как я до последнего, как говорил, я не верил, что этот режим будет. Я думал, что это разводка, но оказалось, что это разводка только в рамках одного дня. То есть все-таки Орех сделал этот режим на один день. Ну а дальше сделал спецрежим демочек. Таких же самых, которые были у нас до этого. С повышенным шансом выпадения голдов. Только без супер голдов. И получается без овердрайвов. То есть вы видите, что здесь овердрайвов нет. Все остальные параметры сохранены в такие же самые абсолютно, как были у нас в спецрежиме с супер голдами. Да, то есть теперь просто это обычная демка, на которой можно и на килочки поиграть. И если надо, дополнительно кристаллы пофармить, половить вот эти обычные уже голдики. Да, ну и возможно здесь еще и будет падать мега голды. Да, я имею ввиду эти голды по 10 тысяч. Да, то есть грубо говоря, такой полу-полу дем режимчик. Орех решил для нас завести. Ну а тот режим это просто, ну такая, можно сказать, разводочка получилась. Да, кто-то повелся, кто-то не повелся. Я, если честно, до конца верил, что это развод. Но когда этот режим реально появился, я уже подумал, блин, что реально не развод? Реально режим 35 на 35? Но нет, все-таки Орех чисто решил потроллить на один денечек таким режимом, чтобы, может быть, игроки немножечко офигели от всех этих приколов. Так, ну и у нас мега голд. Как будто бы представим, что это супер голд с десяткой в карманчике. Поэтому попробуем сейчас его взять. Попробуем залутать эту десяточку вкусненькую. Так, пробуем, пробуем, пробуем. Играем, играем, играем. Ну и, к сожалению, тут уже диктатор у меня эту десяточку вкусненькую отжимает. Так как я не знал, что это вообще за режим. Здесь есть аудишки, нет аудишек. Запикался просто на дефолтном хоппере. Можно было бы и диктатора тут, если честно, взять. Да, можно было и на диктаторе. Всё это дело здесь отловить и вкусненько зафармить. Так, ну ладно. Десять с половиной минут у нас до конца боя остаётся. Попробуем сейчас ещё что-то тут набемсить. Может, что-нибудь у нас ещё тут получится. Может, не получится, не знаю. По-хорошему хотелось бы тут сделать какое-то большое количество киллов. Но с такой комбинацией... Не, ну в теории, по идее, можно сделать нормальное количество киллов. А, здесь нет устройств, да. То есть, её устройство взял со спасателем на корпус. А здесь устройства вообще нету, да. То есть, здесь сделали спецрежим без устройств. От слова совсем, да. То есть, без овердрайвов, без устройств. То есть, по сути, здесь можно брать какие-нибудь интересные комбинации по типу пушек, которые хорошо работают без устройств. Что у нас хорошо работает без устройств на сегодняшний момент времени? Ну, наверное, шафт какой-нибудь. Страйкер можно тоже, да. Там, не знаю, смоки. Ну, правда, в принципе, он всегда смотрится хорошо. Но нужно понимать, что здесь всё-таки тебе надо ещё перемещаться по карте. Поэтому в моменте это тоже может занимать довольно продолжительный период времени. Но в любом случае попробуем. Посмотрим, сколько вообще киллов за такую катку я смогу здесь сделать. Ну и надо тоже не забывать про гранаты. Надо стараться гранаточки тоже закидывать здесь вкусненькие. Так, ну и у нас 9 минут до конца боя. Попробуем. Попробуем сделать, ну хотя бы, я не знаю, сколько вот в рамках такой ДМки. Ну, 50 киллов, наверное, это хороший результат, да. То есть, если я 50-ку в рамках такой ДМки сделаю, то, наверное, это будет уже очень и очень неплохо. Так, ну и голдов падает у нас тоже довольно большое количество. Только это всё обычные голды, да. То есть, это всё обычные голды. Но я смотрю, что игроки на обычные голды тоже нормально реагируют и нормально пытаются их тоже половить, пофармить. Так, 8 с половиной минут до конца. Челс здесь летит жёстко, резко, врывает по контенту. Пытается что-то здесь намутить. Так, здесь этот боец, которого мы немножечко пропускаем. Так, ну и пробуем здесь ещё поднавалить. Видимо, меня здесь быстро тоже респит. Нифига себе, выхожу на первое место. 16 киллов у меня. Ничего себе. Есть шанс на какую-нибудь 50-ку. Может выйти даже здесь, на хопера фрезе. Если 50-ку какую-нибудь взбодрим, то, в принципе, это будет очень и очень неплохой результат в рамках такого боя. Попробуем быстро здесь сыграть на киллы. Резисты от фреза, в принципе, это, ну, наверное, не проблема для такого режима. Я бы сказал, что здесь можно спокойно играть против резов и особо не чувствовать их. Но немножечко вопрос только лишь в другом. Вопрос лишь только в том, насколько большой танк будет у этого резиста, да. То есть, если это лёгкий танк, то, в принципе, это ничего сложного. А вот если это какой-то уже такой тяжик, либо там средний танк, вот как этот диктатор, то всё равно это уже будет чувствоваться за счёт того, что у вас нету никакого устройства на пушку, да. То есть, если бы у меня был бы там, условно, мой дефолтный пульсарчик, то я бы, как раньше, просто не чувствовал бы этого типа, да. Я бы его быстро на бревало удавал бы и всё, да. Здесь же, когда у тебя уже, уже когда нету никакого устройства, ты не можешь нанести статус эффект, при том, то в моменте уже надо потратить намного больше сил, времени, ну и урона, чтобы слить как раз-таки этого игрока. Так, 7 минут до конца, на киллах я уже 24 сделал за полбоя. В принципе, на 50-очку выйти можно, постараться. Ну и надо не забывать про гранаты, надо стараться гранаты тоже накидывать на постоянной основе. Так как гранаты в таком режиме решают и решают очень многое. И можно постоянно дополнительные киллы за счёт этих гранат тоже получать. А дополнительные киллы в таком режиме, ну, наверное, ценятся, я бы сказал. Так, попробуем такую гранатку закинуть. Чуть-чуть она, конечно, дальше полетела. Немножечко не так я хотел её запустить. Но даже тысячёночку отжимаем, как будто бы на деньгу сыграли. Денежку в карманчик тоже бутнули, а чё, нет. Деньга лишнее тоже не будет. Так, только вот здесь вот эти резисты. Противные на Титане резисты. Точно нет смысла бить. Это прям, знаете, такая себе тема. А вот диктатора, который с ДДшки начинает на кризисе против Фриза. Боже, вот это гений, конечно. Вот таких вот бы гениев побольше было бы в матчмейкинге. Я был бы очень сильно этому рад. Так, ну вот это Круссейдера чуть-чуть не добил. Так, меня кто-то по очкам обгоняет. Вернее, по киллам. 26 киллов тоже у Смаки. Попробуем сделать больше, чем это Смака. Миночки тоже такие болезненные в таком режиме уже становятся. Наезжаешь на одну минку, просто ХПС так улетает по-быстрому. Уже и не хочется так натыкаться на эти миночки. Так, пробуем здесь сыграть. Плюс килочки есть. Попробуем, может быть, поймать этого Титана, пока он на ДДшке. Да, нормально. Еще и Титана набреваем. Так, ну вот этого Хантера я уже вряд ли солью. Попробуем убежать от него. Но меня здесь Тесла с Респа все-таки ловит. 29 киллов 5 минут до конца. То есть, как ДМочка, хороший режимчик. Хороший. Почему нет? Да, то есть, режим прям, ну, 100% лучше, чем тот режим на 35 на 35, да, в котором лагало. Да, здесь все-таки можно с кайфом поиграть ДМочку. Да, в моменте половить там тысячные голды, если кому это интересно, да, кто еще не наловился, например, супер голдов, тот может половить тысячные голдики дополнительные. Ну, а кто любитель просто ДМки, поиграть на киллы, то шикарно, без устройств, без никаких дополнительных проблем. Чисто поиграть на киллочки, подавать какое-то большое количество киллов, ну, и, в принципе, просто провести хорошо время в таком режиме. Я думаю, что это будет очень и очень неплохо. Ну, и, если уж там и надо кристаллы, то дополнительно просто еще и ловите песчоночки, там, может, мегаголдик какой-то падает, мегаголдик тоже дополнительный в карманчик забираете, и уже считаете, что вы как будто бы в спецрежим с суперголдами играете, да. То есть, если вам повезет, то там, условно, за каточку мегаголдик, там, плюс еще пару голдов, плюс, условно, с фонда какой-то процентик, да, то есть, ну, и уже с каточки неплохо зафармить. А если учитывать тот факт, что скоро уже у нас ждут хорошие скидочки, да, то под эти скидочки можно, как говорится, и поднакопить кристаллов побольше. Так, у нас мегаголд будет падать. Мегаголдик будет на центре. Попробуем сделать борьбу. Попробуем побороться за мегаголдетский. Посмотрим, что из этого выйдет. Попробуем, блин, накинуть такую гранатку, но гранатка немножечко не туда полетела. Ну, зато двух зацепил. Двух все равно зацепил. Даже такой неправильной гранатой, и то два танка противника мы ей уничтожили. Так, диктатор этот с резом. Блин, ну что ж они все с резистами от фреза играют? Зачем им резы от фреза? Могли бы и без резов от фреза играть. Зачем им эти резисты? Так, тысячу. За тысячу вообще не борется чел. Просто он играет вперед, ему вообще без разницы. Гранатку можно было чуть-чуть пораньше закинуть. Но хорошая, все равно хорошая. На плюс три танчика, гранатка. Вот такие вот гранатки, если всегда забрасывать, то в целом будет прям выглядеть просто великолепно. Так, я хотел сделать 50 килов, да? Уже у меня 45 есть. Как будто бы даже есть шанс сделать в рамках такого боя не 50 килов, а постараться сделать, может, даже 60-очку, если повезет. Если еще гранаточки такие под голд подзакину пару штучек вкусных, то может быть как раз таки и на большее количество килов мы здесь выйдем. Так, ну гранаты вообще решают очень многое. Особенно в режиме, когда у тебя нету спасателя и у тебя легкий танк, то просто подъездка к гранате уже равно то, что ты летишь на респалм. Да, и это, конечно, в моменте неприятно, но с другой стороны, в принципе, ничего страшного. Так, пробуем закинуть вот такую гранаточку под голдик, но никто особо под него не едет. Он еще высоковато был, надо было чуть-чуть попозже закидывать гранату. Но у меня хп было не так много, я на респаун улетал. Соответственно, пришлось чуточку побыстрее давать этого контента плотного. Так, здесь еще одного забираем бойца. Еще дабл голд. Нифига тут голдов начинает сыпать. Начинается насыпочка золотых ящиков, прям вкусная. Ну, а мы закидываем еще одну гранаточку на ход ножки по троих. Ой, хорошенькая. Не понял, а почему она урон не нанесла? А почему граната урон не нанесла? Не понял. У меня без урона только что граната была. Не понял прикола. Так, еще одну гранаточку закидываем. А это с урона может? Ой, хорошенькая. Вот это уже хорошенькая залетела. Один танчик слил, плюс еще двух накоцал. Ну, не троих, конечно, слил, как в прошлый раз. Но, в принципе, тоже пойдет. Так, ну и у меня на хопера фрезе первое место 52 кила. Шикарно. Ну, я считаю, что очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Так, попробуем. Попробуем, попробуем. Гранаточку такую закинем. Аккуратненькую. Блин. Не сработала гранаточка аккуратненькая, к сожалению. Не сработала гранаточка. Так, ладно, попробуем сейчас чуть-чуть здесь поднакидать какого-то контента. Ага, хорошо. Будет, 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 будет. Так, 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 так. 30 секунд до конца. 54 кила. Я хотел 50. Ну, можно было бы, конечно, и 60 дать. Но чуточку я уже по ощущениям не успеваю на 60 килов. Да, гранатка подтипа. Очень вкусная полторушечка сверху на добавочку. Ну, это прям очень приятно, когда ты такие гранаты можешь на постоянной основе раздавать. Главное просто, ой-ой-ой, понимать, как оно должно все это дело работать. Ну и все, 70 секунд до конца. 58 килов. Ну что, неплохо, неплохо. Вышенные бы фанды бы еще были бы в таком режиме. Было бы вообще бы максимально шикарно. 58 килов. 3300 кристаллов. То есть, если половить еще мегаголды, обычные голды, то есть, там, в сумме, если заработать за такую катку 15 тысяч кристаллов, я считаю, что это будет очень и очень хороший результат. Поэтому, вот такой вот режимчик у нас появляется. Не будет никаких 35 на 35. Да, это все была первоапрельская шуха. Шуха. Шутка от Ореха. Поэтому, играйте. Формите. Кто еще не наигрался в таком режиме. Ну и пишите, что вы думаете по этому поводу. По поводу развода Ореха. Поддержите видос лайком, если вам понравилось. И подписывайтесь на канал. Если вы еще вдруг не подписаны, у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.